Ой, у нас такая история, у нас пришел, увидел, победил. Я училась на одном курсе с его сестрой. Говорит, не хочешь познакомиться с девушкой? Они родились в Молдавии, жили в Украине и 12 лет в Испании. Вот за 5 лет я море один раз только увидела. И как робот. На работу, на работу, на работу. Там в теплицах летом 80 градусов. Жары, уже хотелось быстрее домой, где-то в тенечек. Но в итоге променяли испанское солнце на белорусское. Все рвутся в Европу, но не знаю, куда они доведут. Адриан и Диана – очередные герои программы «Новые белорусы». Об истории их жизни смотрите прямо сейчас. Ну, завтра надо будет дать магнезию и опрыскивать октарой, скор и топазом. Дирексом. Хорошо? Каждый день они следят за прогнозами погоды и очень сильно от нее зависят. Урожай – дело тонкое, говорит Адриан. Малейшие заморозки могут оставить без дохода. Урожай 2023 года. Красивый, сочный, сладкий и натуральный. Мужчина, можно сказать, потомственный агроном. Его жена Диана, хоть и по образованию юрист, но по факту агроном тоже. Это же дело семейное. Семейный бизнес. Ну, сказать бизнес я не могу сказать, потому что это хобби наше. Но так было не всегда. В разряд хобби агробизнес перешел только на белорусской земле. Однако прежде чем сюда попасть, они искали себя в родной Молдавии, в Украине и даже в Испании. Молдавия – плодовощной рай, страна, которая славится своими персиками, яблоками, сливами, сочным виноградом и, конечно же, виноделием. А теплый климат и плодородный чернозем способствуют хорошему урожаю. Адриан родом из Бричанского района, это север Молдавии. Диана из Приднестровья. Молдавский сельхозпром когда-то кормил чуть ли не весь Советский Союз, говорит мужчина. Сельское хозяйство играет важную роль в экономике Молдавии и составляет более 13% ВВП. Сельскохозяйственное производство и переработка составляют около 50% экспортных поступлений, а более 40% общей площади земли принадлежит отдельным сельскохозяйственным производителям. А это около 46% населения. Занимались земледелием и родители Адриана. Папа занимался. Раньше у нас в Молдавии, получается, деревня при Советском Союзе выпускала где-то 3 миллиона саженцев в год. И каждый в деревне знал это. Ну, не хуже, да, в крови. Когда маленькие, знаете, все убегаем от работы, туда-сюда. Ну, когда уже выросли, начал учиться. Я хотел спортом. Вот уже я спортсмен тоже. Ну, как-то и папа уговорил, и мама говорит, давай. Ну, поступил в сельхозниститут, Кишневский агарный университет. Только вот хорошие времена на родине прошли. Говорит теперь уже практически бывший молдаванин и объясняет причины. Как-то все уехали. Вот сейчас уже идет третий поток, люди уезжают. Дети остаются с бабушками, никто не хочет это самое. Да, только вот маленькие и старики остались. Как началось вот этот бунт у нас, 2009 год, делали госпереворот. У власти был коммунизм. Люди как-то жили нормально. События 8 апреля 2009 года в Молдавии многие СМИ окрестили кирпичной революцией, потому как митингующие использовали булыжники и камни во время столкновений и погромов здания парламента. Массовые беспорядки в Кишиневе и антиправительственные протесты начались после апрельских выборов в парламент Молдавии. Беспорядком предшествовал митинг молдавской оппозиции. В итоге произошел госпереворот. Но плоды госпереворота в Молдавии многих людей не устроили, говорит мужчина. Люди стали уезжать кто куда. Все рвутся в Европу, но не знаю, куда они дойдут. Потому что кто имеет представление, допустим, как мы жили в Испании, и в Молдавии видели, и на Украине имели свой бизнес раньше, и кто видел это, вот здесь живут и могут делать разницу. В сравнении это сделать и... А здесь, которые тоже есть многие, что рвутся, это сами просто они не видели. И они вот сейчас сорвали отношения с Россией. Им же хорошо, а людям, люди же страдают. Адриан из родных мест тоже уехал. Несколько раз пытался вернуться, но того, что хотел, на родине так и не нашел. Кроме жены Дианы. Ой, у нас такая история, у нас пришел, увидел, победил. Свою любовь Адриан нашел уже будучи в Испании. Он туда уехал на практику, когда учился в сельскохозяйственном институте. Я училась на одном курсе с его сестрой. И... Говорит, не хочешь познакомиться с девушкой? По телефону общались. Но раньше вот как-то вот интернет, да, вот это все не было. Но просто мы по телефону разговаривали, не виделись. И Шинев встретились. Да, и спрашивает, можно я приду к тебе или как мы встретимся? Нет, я спрашиваю, давай как мы еще раз встретимся. Как мы встретимся, да. А у моей мамы как раз 1 июня было день рождения. Я говорю, да, конечно, можешь прийти у мамы на 10 рождения. Ну, я думала, ну, в первый раз увидел, может ему слабо прийти прямо к родителям. И он выходит, что да, конечно, приду. Второе свидание было уже при родителях. Адриан решил не медлить и сразу же сделал предложение. Пришел, да, сразу маму мамой назвал. Я даже не ожидала, что он попросит руки у мамы и у папы во второй день. Знакомство? Знакомство. Теперь пара шутит. Вот такой он быстрый молдаванский рецепт счастья. Причем проверенный годами. Ну, и вот уже сколько? 16 лет, да, получается? Да, дай бог. Дай бог еще больше. Я рад. Многие встречаются годами, потом женятся и живут месяц. И потом понимают, что они не созданы друг за другом. А мы спонтанно. И дай бог, чтобы нам еще 160 лет вместе. Сразу после свадьбы Диана уехала к мужу в Испанию. После учебной практики молодой агроном в одной из испанских провинций решил задержаться. Получилось, что на целых 12 лет. Это получается Каталуния, провинция Ди Тарагона, Алканар. Это получается, ну, деревня, агрогородок, можно сказать. Такой городишко. И именно там тоже продовывают ягодные саженцы. Адриан активно перенимал опыт заморских специалистов в агросфере. Жена Диана тоже включилась в процесс. Спустя время там же, в Испании, родился старший сын Давид. Но так вышло, что испанцем он не стал. Молдавская семья решила поменять испанское солнце на белорусское. Уехали, потому что хотели на себя работать. Не хотел, но мне не нравилось. Хотя море было близко и все, но... Ну вот за пять лет я море один раз только увидела. Море, море рядышком. На племя где-то было. Да, и как робот. Как робот. На работу, на работу, на работу. Там в теплицах летом 80 градусов. Жары. Уже хотелось быстрее домой. Где-то в тенечек. Вот смотрите, здесь какая красота. Это мы с семьей занимаемся. Это все наше. А там нанимали нас. И там работа, и здесь тоже самая работа. Но как-то здесь на себя веселее работается и интереснее. Чувствую себя хозяином и полноценно. Ну, во-первых, смотрите сами. Всей семьей занимаемся и, не знаю, все вместе как-то интересно, честно. В Беларуси молдавская семья живет с 2015 года. Сначала жили в съемной квартире, на сбережения, купили землю, брали ее и в аренду. Решили создать крестьянское фермерское хозяйство. Постепенно развивались и расширялись. Много работали, но уже не на хозяина, а на себя. Ну, и как-то пошло-поехало и стараемся для людей. Люди не жалуются. Сказать бизнес я не могу сказать, потому что это хобби наше. Урожай 2023 года. Красивый, сочный, сладкий и натуральный. Вот заканчивают и строительство дома. А пока обедают в садовой кухне. Так удобнее. Большое хозяйство всегда требует много внимания. Смеются. Работы хватит всем. В Беларусь переехали и родители, и даже соседи. Помогают в работе и дети. Гектар у нас где-то 10. Ну, где-то засажено, где-то до 5 гектаров. Остальные черные пары идут. У нас на осень хотим заложить яблонный сад, грушевый сад здесь. Ну, здесь у нас идет как черенковый сад. Здесь яблоки у нас, разные сорта, где-то 32 сорта. Груша идет, абрикос, черешня. Персик там есть еще, слива. Вот отсюда мы берем именно черенки и прививаем на дичку. Через два года уже будет готовый саженец. Здесь, в Беларуси, говорит Адриан, климат практически такой же, как и в Молдавии. Растет все то же, что и там. С засухой помогает бороться капельный полив. Подсмотрел у испанских коллег. Система экономит и время, и растения не страдают от жажды. На каждый саженец мы поставили вот такую пипочку, которая дает на каждый саженец дозу воды. С испанскими друзьями по-прежнему на связи, зовут в гости. Но это потом, говорит хозяин семейства. В ближайших планах тур с семьей по золотым местам Беларуси. Замки, Пилавирская пуща и столица. В этом году я сказал, что будет год семи. А то работа, работа. Честно, да. Как приехали сюда, сразу влюбились в эту страну. И условия нормальные для жизни. Мне очень нравится, во-первых, политика, которая здесь есть, дисциплина. Для детей все, можно сказать, есть. И школа, и спорт, и все. Только если есть желание. А у нас, допустим, в Молдавии, у детей есть желание, но такого нет. Давид и Богдан, кстати, занимаются дзюдо. В спортивных трофеях уже несколько медалей за первое место на международных соревнованиях. Признаются, мечтают однажды покорить и Олимпийские игры. Причем под белорусским флагом. Я рад, что живу в такой стране. Хочу взять гражданство. Хочу, чтобы мои дети здесь жили. Здесь как-то спокойно, как-то, не знаю, думаем о завтрашнем дне. Честно, да. Очень счастлив. И, во-первых, счастлива семья возле меня. Все здоровы. И во всем счастлив. И в работе, и в любви, и в детях, и к стране этой, которая нас приняла. Ко всему. Счастлива всего.